Банкротство самарского дилера Рено компании АЗР Моторс может стать самым крупным за всю историю автобизнеса Самарской области. 95 пострадавших, ущерб на десятки миллионов рублей. История у пострадавших практически одинаковая. Они внесли деньги за автомобиль, но документы на него не получили. Многие видели свои машины в салоне, но забрать не смогли, нет документов. Сотрудники автосалона, исполнительный директор Валентин Гудков и руководитель компании Владимир Калинченко долгое время просто водили клиентов за нос, обещая в скором времени отдать документы и машины. В итоге, когда в конце прошлого года у компании официально была отозвана дилерская лицензия и стало ясно, что деньги пропали, клиенты обратились в полицию, а затем и в суд. Я в конце сентября приехал, посидел в машине, все хорошо. Внес сумму эту оставшуюся и жду, значит, мне сказали 2-3 недели, ждите, ваш ПТС будет. 12-го числа приехали, мы видели, как наши машины увозили, там был представитель с Москвы, все это. Но после этого, значит, мы вынуждены обратиться в суд, везде писать. В резонансное дело были вынуждены вмешаться сотрудники областной прокуратуры, главного следственного управления по Самарской области, председатель Самарской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Была сформирована специальная следственная группа, которая уже на стадии предварительного расследования выявила факты незаконного использования денежных средств. Единственным генеральным директором и единственным учредителем ООО «Азер Моторс» является гражданин Калиниченко. Он несет один полную ответственность за все события, которые происходят там. При тех первоначальных следственных и оперативно-рискальных мероприятиях грубейшие нарушения закона, которые были направлены именно на завладение денежными средствами граждан, они установлены. Это я авторитетно заявляю. В суде Советского района Самары находится ходатайство о наложении ареста на 38 машин, которые были найдены, а также на счета, здания, салона и земельный участок, собственником которых является гражданин Калиниченко. Депутат Александр Хинштейн, взявший дело под контроль, отметил, его основная задача – возврат средств потерпевших, и он будет добиваться этого всеми законными способами. Мы создадим ему такие условия, невыносимые для жизни, при которых, поверьте, ему будет дешевле заплатить. Потому что платить потом, ходить по судам, по адвокатам и на здоровье, когда он потеряет в следственном изоляторе и окончательно свое здоровье, ему дороже это обойдется. По-хорошему не получается. Значит, получится по-плохому. Значительную часть вины пострадавшие возлагают на официальное представительство Рено в России, ЗАО «Рено-Россия» и «Банк Рено». По их мнению, компания должна нести ответственность за своего дилера, от который сейчас благополучно уклоняется. Более того, компания уже вывезла полностью оплаченные машины клиентов в неизвестном направлении, а некоторые даже успела продать. Представители ЗАО «Рено-Россия» не вмешиваются в ситуацию, не помогают решать проблем и вообще предпочитают о конфликте не вспоминать. Рено-Россия создала ненадежную свою команду. Это получается сейчас, что «Рено-Россия» не ведет за ними наблюдения, нет никакой отчетности со стороны дилеров. Пострадавший от банкротств автодилеров Рено есть в Архангельске, Ставрополе, Минеральных водах и некоторых других городах. И в каждом случае граждане не надеются на помощь импортера и вынуждены бороться за свои деньги и автомобили самостоятельно. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События. Продолжение следует...